Здравствуйте! С вами программа Апельсин. Декабрь только начался, а мы уже в предвкушении нового года. Где его отмечать, какие подарки купить и в чем встречать 2020-й. Времени, чтобы определиться, остается все меньше. Очень часто с нового года люди планируют начать новую жизнь. Записаться в спортзал, изучать иностранный язык, начать ремонт или бросить курить. А как по мне, так откладывать на новый год ничего не стоит. Реализовывать задуманное надо уже сейчас. Например, вы решили обновить обстановку у себя дома. Если заняться этим сейчас, то праздник можно встретить уже в новом интерьере. Согласитесь, приятно. Ну а пока вы решаетесь, расскажем, как сделать этот самый интерьер интересным, уютным и законченным. Большой, уютный и удобный – это идеальный диван для гостиной комнаты. Здесь собирается вся семья по вечерам или проходят дружеские посиделки. Позаботьтесь, чтобы на вашем диване всем хватило места и было комфортно. Ну а создание атмосферы уюта – это задача не только радушной хозяйки, но и правильного декора комнаты. Новогодняя фотосессия в красивом интерьере. В последнее время для многих это чуть ли не обязательный пункт при подготовке к празднику. Получить на память хорошие снимки – это, конечно, приятно, но не лучше ли обустроить свой дом так, чтобы каждый день получать эстетическое удовольствие и больше не ходить в фотостудии за красивой картинкой. Именно детали формируют характер и стилистику интерьера. Небольшие фарфоровые статуэтки, изящные подсвечники с отделкой под золото – и все это на комоде в стиле Прованс. Выглядит, как картинка из журнала, но на самом деле так может быть и у вас дома. Просто не забывайте про детали. Дизайнеры советуют не бояться сочетать предметы декора разных форм, фактуры и цветов. Разнообразие не помешает спокойствию интерьера, зато избавит его от скуки и простоты. Сейчас, перед Новым годом, когда так хочется приблизить праздник, создать атмосферу волшебства дома тоже помогут детали. Часы, на которых развернулся рождественский вечер или веселые Санта-Клаусы, украсят полку или консоль, а декорировать стены можно подвесками и фоторамками. Ну и главный праздничный атрибут – елка. Пушистые заснеженные ветки, необычные игрушки, а рядом уютное кресло. Что может быть лучше для зимних домашних вечеров или для новогодних фотографий? До Нового года осталось совсем немного времени, и если вы все еще не продумали, что поставите на праздничный стол, то самое время. И сейчас речь совсем не о салатах, закусках или горячих блюдах, а о сервировке праздничного стола. Хорошо это или плохо, но из-за такого стола гости точно не захотят уходить. Роскошная посуда из Португалии в нежных пастельных оттенках, что немаловажно, не боится ни морозильной камеры, ни духовки, ни посудомойки. Так что еду в ней смело можно и хранить в холодильнике, и разогревать, и запекать. А такие бокалы для шампанского и вина – красивая и богатая альтернатива традиционному прозрачному стеклу. И, конечно, декор, изящные подсвечники и зимний букет уместно дополнят праздничную сервировку. Если делать ремонт или менять мебель вы пока не собирались, то вот украсить квартиру к празднику точно планировали. Пока что в магазинах еще нет ажиотажа, так что можно успеть выхватить хорошие елочные игрушки и гирлянды. Что еще пригодится для праздника – ответ в нашем сюжете. Наконец-то настала пора, когда уже можно задуматься о том, как украшать свой дом к Новому году. Сейчас в магазинах много, очень много всего, глаза просто разбегаются, и я лично не могу отсюда уйти с пустыми руками. Ну а если у вас нет предновогоднего настроения, то тоже приходите, выбирайте разные елочные игрушки, и новогоднее настроение придет. Стеклянные новогодние шары – это классика на все времена. С нежным узором или символом наступающего года мышкой – прозрачные и цветные. Такими можно украсить всю елку, а можно повесить только один. Если предпочитаете украшать елку в едином стиле, то вам нужны наборы. Чаще всего такие игрушки делают из пластика, так что им не страшны падения, прослужат долго. Бусы к празднику покупать нужно не только себе. На елке они смотрятся очень нарядно, а цветов и форм кружится голова, выбрать одни невозможно. Что за Новый год без яркой мишуры? Она не только украсит дом или елку, но и пригодится на корпоративе, детском утреннике и на прогулке в новогоднюю ночь. Так что запасайтесь мишурой как следует. Вот такой вот мишурой, сделанный под еловые ветки, можно украсить дом. То есть очень быстро, очень легко, она достаточно длинная. И здесь сразу есть вот такие вот маленькие игрушечки. То есть в принципе просто повесила красиво и уже дома нарядно. Ну и традиционные украшения, которые теперь тоже есть уже и в нашей стране. Такой вот рождественский или новогодний венок. Нужно повесить на дверь, подъезд, на входную дверь или где-то в комнате. И сразу дома станет как-то празднично и уютно. Особенный вид праздничного оформления – это гирлянды. Они отличаются по длине и форме, количеству цветовых режимов, а какие сейчас делают лампочки на гирляндах. Разноцветные шары, звездочки, снежинки и кисти. Гирляндой можно украсить елку или окно, повесить на стену или просто положить в вазу. А еще иллюминации к празднику оформляют дома и деревья. Главное – выбрать гирлянду, которая подойдет для улицы. Если вы собираетесь на новогодний карпортив или просто хотите сделать свою новогоднюю ночь веселее, то можно вот купить такие маски и вместе с друзьями порадоваться, посмеяться. Есть вот такие вот красивые маскарадные. Мне кажется, очень даже хорошо. И вот очень нарядно для тех, кто хочет почувствовать себя королевой в новогоднюю ночь. Всем не обязательно делать какой-то наряд. Нужно просто надеть вот такую вот штуку, и ты уже принцесса. Праздничная посуда тоже должна быть нарядной. Согласитесь, приятно поставить на стол яркие блюда. Можно сделать сервировку в одном стиле, а можно добавить какие-то акценты. А что подавать на стол в такой посуде – решать вам. В догонку для атмосфера хлопушки с разноцветным конфетти подойдут для домашних посиделок и шумной вечеринки, а использовать их можно и на улице, и дома. И, конечно, в Новый год никак без елки. Это главный символ праздника. Но какую елку выбрать – живую или искусственную? Плюсы и минусы есть у каждого варианта, но с уверенностью можно сказать, что искусственное дерево прослужит вам не один год. Да и иголки от него не придется собирать по всему дому. К тому же за такой елкой не нужно идти в лес. На этом все. Повторы программы смотрите на сайте первомедиа.ру. Впереди полезная информация. Всего вам доброго и до встречи. В салоне мебели и декора «Интерьер» есть все для создания уюта. Мебель, свет, обои, декор. Только здесь представлена мягкая мебель из Финляндии, России и Белоруссии. Есть услуга по созданию дизайн-проекта помещений. В декабре скидка на декор 15%. Все для нового года в магазине «Галамарт». При покупке от 3000 рублей скидка до 10%. Также скидка 10% пенсионерам при предъявлении пенсионного удостоверения. Скидка 15% сотрудникам заводов «Динур» и «ПНТЗ» при предъявлении пропуска. «Галамарт», проспект Ирича, 31, ТРЦ «Строитель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова